я приветствую вас на канале аленец сад как и обещала в прошлом видео сегодня расскажу про бирки для рассады что же в этом такого особенного это же элементарно подумают многие но есть нюансы я думаю что мои постоянные зрители особенно мои очень старые старые давние поклонники помнят видео в котором я рассказывала как можно очень просто эффективно и совершенно бесплатно сделать бирки для рассады с использованием пластика который у нас конечно же хочешь не хочешь но в доме всегда имеется не буду поэтому заострять ваше внимание на непосредственно самом изготовлении этих бирок скажу только что я вот с тех пор уже много лет такими и пользуюсь единственное что я перестала использовать пластиковые у меня благодаря некоторым обстоятельствам довольно много есть алюминиевых баночек из-под напитков и я использую несколько лет уже именно эти баночки почему потому что я активно бирки эти теряю в огороде и либо мне их лень подбирать и собирать мне всегда не хватает времени мне всегда ни на что не хватает времени и вот такие мелочи меня ужасно раздражают ковыряния какие-то вы знаете кому-то очень нравится такая мелкая работа меня же она всегда ужасно раздражает я не человек который может что-то вот такое карпеть и что-то мелкое делать очень долго поэтому часто в конце сезона я бросаю эти бирки в огороде потом если буду мимо в наклон очку проходить тогда я ее подберу соответственно пластиковые бирки я не могла себе позволить вот так вот бросить алюминиевые это ничего это можно пока что у нас просто не принимались банки бутылки и так далее в магазинах не было системы сбора этой тары поэтому она валялась везде ты покупаешь напиток и у тебя это все остается теперь уже вот с февраля мы будем вроде как сдавать все это предварительно заплатив за это в магазине конечно я использую вот такие вот недавнего времени маркеры для рассады я их покупала в фикс прайсе два года назад или уже даже 3 девятнадцатом году в принципе можно использовать но опять же их можно использовать только вот для пометок на грядках довольно удобно но вороны выдергивают и разбрасывают по огороду поэтому я их почти полностью втыкаю в землю во вторых все таки это пластик и он кур хрупкий и он все-таки ломается и в третьих я думаю что пока что им вот немного два сезона они пробыли но еще два и от ультрафиолета они все-таки испортятся и развалятся но в целом вещь хорошая одобряю мне нравится можно деревянные такие сделать если вы такой большой мастер очень важный момент алюминиевые бирки которые я нарезаю я использую от посева перца томата баклажана до высадки в теплицу или на грядку и там дальше уже до конца сезона опять же это вопрос экономии времени то есть я вот вижу конечно же как многие люди сеют в кассету 100 сортов томатов например или пять только лишь и наклеивают на эту кассету наклейки и пишут там либо название либо номер под которым название в тетрадке написано и когда я это вижу я сразу понимаю что когда они будут высаживать это все на грядку им придется даже нет никогда будут высаживать на грядку извините меня пожалуйста когда они будут пикировать по стаканчикам им придется подписать уже тогда каждый стаканчик то есть если у тебя там пять ячеек одного сорта засеяно вы подписали одну наклейку наклеили потом вы пикировку начинаете 5 стаканчиков подписали потом вы начинаете высаживать в теплицу и вам нужно еще каких-то 5 бирок под каждое растение вот типа таких подписать и для меня это жутко большой расход времени ужасно большой расход времени поэтому я сразу делаю такие бирки которые потом втыкаю в стаканчик а затем втыкаю под растения или прикрепляя на стебель растения высаженного в грунт там на веревочку которым будет это растение подвязано то есть я подписываю только один раз но много ячеек мне это очень очень нравится мне это помогает экономить уйму времени при пикировке при высадке рассады вот такой вот момент очень важный я думаю ну и сейчас вопрос который мне задала зрительница чем подписывать чтобы не выгорало на солнце чтобы не стиралась я честно говоря использую обычные перманентные маркеры я никогда не задавалась вопросом какой они фирмы и наугад как бы ну какие были покупал или какие были дома такие использовала и когда мне вот много лет назад писали про то что маркер выгорает или там смывается водой я удивлялась потому что ну мне просто везло видимо до этого и мне такой проблемы просто не возникало но вдруг это стало происходить и у меня некоторые маркеры некоторые подписи на солнце или от воды они стирались это не привело никаким ужасным последствиям трагедия пересортиться и так далее но все равно было неприятно единственное что я могла тогда сделать не конечно не переписать другим маркером не на это нет времени а просто воткнуть маркер фактически полностью в почву на грядке потому что если у вас что-то выгорает на солнце нужно защитить это от солнца и выгорать не будет и это помогло но не очень удобно вытаскивать искать вот этот вот маленький алюминиевый ярлычок бывает и обратно потом его запихивать тоже сложно чтобы прочитать какое там название гораздо удобнее чтобы было доступно правильно правильно пишите в комментариях правильно или неправильно и я чаще всего использую вот такие тонкие маркеры то что у меня маленькие бирочки и такими толстыми маркерами мне сложно на этих бирочках конечно же что-то написать вот могу точно сказать что вот такой тонкий маркер от эрих краузе он не выгорает и не стирается он довольно стойкий а вот от каких-то там других фирм не помню каких просто запомнила специально что вот от эрих краузе не стирается причем не стирается черный от эрих краузе но стирается синий так что лучше всегда черные наверняка будет прочнее надпись но бывают вот и толстые маркеры которые ну в принципе если потестировать то можно использовать найти такой который не выгорает это у меня например водостойкий маркер по идее он не должен выгорать а это маркер даже который на мокрой поверхности пишет и он тоже водостойкий соответственно да то есть вот этот вот наверняка не должен выгорать потому что на воде пишите он серьезная такая штука и опять же часто бывает что бирка сырая бывает такое рукой мокрой потрогали дождь идет еще что-то и такой вот интересный вариант маркера пригодится но вообще без проигрышный вариант сто процентов не будет ничего выгорать если вы будете использовать белый маркер это можно сказать даже не совсем маркер это краска белая краска акриловая скорее всего ну-ка 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 не написано даже написано что устойчив к свету конечно же это чешский центропен чешское производство этот маркер он пишет краской он вообще не смывается не выгорает и даже его потом очень и очень сложно стереть если вы захотите почистить вашу бирку он очень сложно удаляется с поверхности потому что это просто краска белая очень рекомендую если вам нужно вот сто процентов чтобы ничего не случилось посмотрите в магазинах они конечно не так распространены как черные маркеры но в больших канцелярских магазинах я уверена найдется даже в наших маленьких магазинчиках с вообще маленьким ассортиментом мы смогли приобрести этот белый маркер но есть еще один вариант подписи алюминиевой бирки я думаю что многие о нем знают если у вас нет никакого вообще маркера и даже чернила в вашей ручке закончились вам нужен просто тогда стержень бирка алюминиевая и ткань какая-то мягкая поверхность на которой вы кладете на которую кладете бирку и начинаете ручкой подписывать то что вы хотите такой вариант он вообще фактически вечен если вы не потеряете эту бирку очень хорошо такими бирками подписывать конечно же саженцы плодовых деревьев кустарники те растения которые очень долго у вас будут расти и если вы никуда не запишите название сорта то очень быстро лет через пять вы его забудете потеряете бирка может в этот момент вам пригодится алюминиевая с начерченным названием ну конечно лучше сделать бирку побольше буквы покрупнее на всякий случай если там что-то как-то повредиться даже по первой последней буквы вы смогли догадаться что это у вас за сорт такой растет так что я надеюсь что вы получили новую полезную информацию ну возможно хотя бы частично возможно вам просто понравилось мое выступление и вы не забыли поставить лайк этому видео подписались на канал алюнин сад ведь здесь вас ждет уже очень много всего интересного а впереди у нас начинается новый огородный сезон очень много у меня будет новостей и очень много интересных видео так что подключайтесь нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили оповещения о новых видео очень часто они не появляются в рекомендациях и они даже в ленте новых видео ваших подписок теперь не появляются поэтому я думаю что многие пропускают выход видео ну а пока я с вами прощаюсь и говорю вам пока пока до новых встреч увидимся очень скоро на канале алюнин сад